Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а значит вы на канале Лёша Играет. И очередное видео про Циву. Ну, я долго не выкладывал никаких видео, опять у меня в комментариях началось, когда будут видео, поэтому я решил вот сделать эту серию. Дело в том, что я на одном сайте участвую в дуэльном турнире. То есть я играю дуэли против соперников по олимпийской системе, дабл иллюминейшн, то есть надо два раза проиграть, чтобы вылететь. И вот игры из этого турнира я вам буду показывать. Первая игра – это одна шестнадцатая финала, то есть 32 участника в турнире. И вот самая первая игра. Выбор наций происходит там путём вычёркивания. То есть я не буду вдаваться в подробности, в конце остаётся три нации, и из этих трёх наций мы по очереди выбираем. Вот мой соперник Джинджер Вук выбрал Россию, а я выбрал Англию. Он почему-то Англию не выбрал, ему больше Россия понравилась. Вот тут вы видите настройки карты. Это все на таких настройках и играют. Карта Пангея, размер дуэль, четыре города-государства, скорость быстрая. Ну, вы сами видите, возраст мира, температура и осадки рандомные. Стратегический баланс – это вот важно учесть. И из дополнений только Монголия и, собственно, короли и боги. Всё. Ну, и сложность «Император». Вроде всё нормально. Хост у нас мой соперник. Я готов к началу игры. Вообще, почему я ещё решил делать вот видео по этому турниру? Потому что по моим предыдущим видео у многих моих зрителей могло сложиться впечатление, что традиция – это такая убер-убер-цивик. Надо всегда играть через традицию, и всё будет хорошо. Вот в дуэльных матчах я вам покажу, что это совершенно не так. Вообще, конечно, универсальное правило, что надо играть, исходя из места рождения. Вот смотрим, где мы появились. Тут у нас рядом хрюшки, пряности и река. Ну, вообще, мне, честно говоря, двигать не хочется. По-моему, неплохое место, но надо... Вот в начале игры хоть у нас таймер включен, но самый первый ход идёт без таймера. Поэтому есть время подумать. Надо всегда пользоваться своим воином, чтобы подвинуть, разведать территорию. Ага, тут ещё река и загибается, то есть ещё больше для роста города. Я останусь здесь, пожалуй. Ну, вокруг, вот видите, там видны джунгли. То есть для науки, если что, тоже будет где развернуться. Но когда вы играете дуэль, тут самое важное, что... Кстати, обратите внимание, что я сейчас делаю. Я залочил жителей на еде, а фокус производства в городе... Фокус города поставил на производство. Благодаря этому такой вам хинт... Я не знаю, рассказывал я в прошлых видео. Тогда при росте города, когда станет два жителя, к моему строительному проекту, который сейчас строится, добавится столько количества молотков, сколько есть на самой производственной клетке в радиусе города. Знаете, я все нормально объяснил, вы поняли, что я имею в виду. Ну, так вот. В дуэли главное соперника убить. То есть завоевать. Тут никаких дипломатических штук, как в групповых играх. Мне поэтому дуэли не очень нравятся. То есть тут чистая война. Поэтому играть на развитие, что подразумевает традиция, нету никакого смысла. Потому что пока вы играете на развитие, ваш соперник строит войска и к вам приходит. Да, бывают, конечно, дуэли, когда там на разных островах. Когда еще можно подумать и то. Когда там далеко находитесь и сложно к вам добираться. Вот для этого нужна и разведка. Обратите внимание, что я первым делом построил скаут, а потом строю монумент. Так как я буду идти через волю. Вот сейчас у меня новый житель родился. Опять я его залучиваю на еде и переключаюсь на производство. Так вот. Так как мы будем идти по воле, то у нас не очень много будет культуры, которая дает традиция. Всего лишь плюс один при взятии воли. Поэтому нам нужны культурные здания. Пока. Ну, я еще соперника не нашел. Непонятно, где он может быть. Но мне почему-то кажется, что он будет слева от меня. Так, глядя на карту, видите, тут нету никакого... Вот, а вот и он, собственно. Значит, продолжу тему, почему, пока тут идет разведка, почему все-таки воля лучше, чем традиция в дуэльной игре. По-хорошему, самые нормальные бонусы от традиции – это земледельческая элита и закрытие всей традиции. Все остальные, там, аристократия, легализм – на самом деле это не очень нужные бонусы в игре. Это дополнительные, ну, есть они и есть. А в воле все бонусы хороши. Практически все. Ну, может, да нет, все хорошие бонусы. И они работают сразу. Ну, кроме вот принятия ветки воли, которая дает всего лишь плюс один за каждый город. Но она потом, с течением времени, когда вы больше городов поставите, начнет работать. А в традиции, видите, всего два реальных работающих института. Остальные дают культуру. То есть, культура ради культуры. Всего лишь для того, чтобы быстрее остальные ветки принимать. Оно на игру никак не влияет, не увеличивает вашу мощь. Что аристократия к чудесам плюс дает. Это вообще в дуэли ненужное дело. То есть, чудеса, ну, я дальше об этом буду говорить. Но вообще это не самый фонтан. Тем более, что оно дает 15% плюс к строительству чудесам. А та же республика в ветке воли плюс пять молотков. Что, в принципе, на начальном этапе вполне эквивалентно вашим плюс 15%. Но если аристократия только к чудесам дает, то республика вообще ко всему строительству. И плюс еще там какой-то процент к строительству зданий. То есть, это будет работать всегда, во всех условиях. Ну, и что, монархия неплохо, конечно, плюс счастье от размера вашего города. Но, опять же, оно не сразу нужно, это счастье. Пока вырастите ваши города до того момента, когда начнет монархия работать, к вам уже любители воли придут и накажут. Ну, пока, вот вы видите, происходит разведка местностей. Пока еще ни одного города-государства я не нашел. Посмотрел местоположение города Москвы. В принципе, неплохо. Я напомню, бонус у русских в том, что они имеют дополнительное производство от ресурсов лошадей и железа. А так как мы играем со стратегическим балансом, настройка такая, стратегический баланс, это значит, что рядом с нашими столицами, и у него, и у меня, железо и лошади будут обязательно. То есть, у него опять будет выше производства, чем у меня. Так как я своего соперника не знаю, то мне как бы надо, по идее, так как я за Англией, то мне надо продержаться до длинных луков или до арбалетов. Ну, они вместо арбалетов у Англии длинные луки. И уже с помощью них идти его завоевывать. Ну, вот я уже принимаю волю, наконец. По-моему, я там нашел руины с культурой. Но так как длинные луки, они из лучников, а потом из композитных луков появляются, то мне ничто не мешает еще до длинных луков заняться. А вот и город-государство первое. Сейчас денежку с него возьму за его открытие. Ничто мне не мешает построить много лучников и уже с их помощью идти как-то мешать своему сопернику, как минимум. То есть, не обязательно мне доживать до длинных луков. Тем более, у моего соперника производство будет выше явно. Вот, смотрите, у него хорошее место. Это два серебра. Вот уже и лошади у него. Не знаю, открыл он животноводство или нет. Одни у него там лошадки, я не вижу. А вон еще двое ресурсов лошадей. То есть, у него очень неплохое место. У меня даже всего лишь один ресурс лошадей, а у него два. Ну, вот он уже подобрался тоже к моей столице. Но мой план прост. Я планирую дорасти город до трех, четырех. И как можно быстрее строить поселенца. И ставить город поближе к его столице, чтобы можно было оттуда грозить шведу. В данном случае грозить русским. Ну, вот у меня уже третий житель родился. В принципе, можно переключать на производство. А нет, я решил еще до скаута родить и тогда уже переключать. Так, ну, здесь уже ничего интересного нет. У Монако. Вот его скаут. Сейчас мы попробуем его следующим ходом убить. Там он какой-то варварный. Я думаю, что его город-государство вел. Смотрите, я вот сейчас переключился в 2D режим. Почему я это сделал? Потому что я иногда стал замечать, что мои соперники ходят быстрее меня. Это происходит из-за того, что у них компьютер мощнее, чем у меня. И чтобы нивелировать эту разницу, вот я использую 2D режим, потому что он будет быстрее прорисовываться. Ну, вот видите, я на республику пошел. Значит, у меня выросло производство. Так вот, чтобы нивелировать эту разницу, я переключаюсь в 2D режим. И таким образом, в принципе, могу быстрее своего соперника ходить. Он не успел своего скаута убрать, и я воинам благополучно его оприходовал. Так как мы строим поселенца, то мы можем спокойно переключать на самые молотковые тайлы. Потому что во время строительства поселенца ваш город не голодает. Я вот переключил сейчас на самые продуктивные клеточки. Так. Ну, прям, не знаю, полечиться или взять. Ладно, полечусь. На всякий случай. Будем исследовать территорию. Не хотелось бы, чтобы варвары, а то они будут суровые. Хоть они и не агрессивные включены, но так как их не особо тут будут мочить, потому что мы будем заняты разборкой между собой, то в дуэлях варвары очень конкретно так рождаются. Их очень много на карте. С другой стороны, конечно, они вносят определенную случайность в игру. То есть могут помочь кому-то из соперников. В принципе, такая классическая дуэль – это без варваров и без руин. Но вот в этом турнире решили варваров и руины включить. Я пока исследую территорию, так как у соперника я скаута уничтожил. У него меньше возможности заняться исследованием. Вообще, честно говоря, надо следить за демографией. И вообще смотреть, что там делает мой соперник. Но я вам признаюсь, что я посмотрел в статистике Стима, сколько он играл в ЦИВУ. И там не очень много часов. И, в общем-то, я решил, что это не очень серьезный соперник. И вообще, в принципе, можно, конечно, так поплатиться. Потому что человек мог просто недавно только купить официальную лицензионную ЦИВУ. А до этого на пиратских играть. И в онлайне вполне. Но я вот тут как-то совершенно незнакомый мне человек. Там немного у него друзей в Стиме и так далее. Я решил, что он не очень будет серьезным соперником, повторюсь. И тем более, что все равно я планирую как можно больше строить войск и идти к нему рашем. Поэтому особо смотреть на демографию нет смысла. Потому что, чтобы у него там в демографии не было, я менять свой план не буду. То есть, либо он отобьет мои войска, либо я его вынесу. Тут два варианта. И следить за его демографией особо смысла нет. С другой стороны, я вот вижу, что пока он тоже не расселяется. Девятнадцатый ход. Ну, кстати, многие изначально, играя через волю, не сразу вот так строят поселенца, как я. Все-таки терпят до бесплатного поселенца. И тогда уже после этого начинают поселенцев строить. Потому что, напомню, там не только бесплатное поселение сдается, но и бонус к строительству следующих поселенцев. Но я решил как можно быстрее строить поселенца, чтобы поближе к его столице поставить город. Видите, мы тут очень рядом. Да, извиняюсь за мат вот в этом чате между нами. Ведь, к сожалению, человек ругается. Завазать я не могу. Так вот, наши столицы находятся очень рядом. И, в принципе, кто поставит ближе к чужой столице город, получит определенное преимущество для атаки. Так что, чем быстрее я это сделаю, тем лучше. Поэтому, ну, вот видите, я показываю мышкой вот те овцы. Очень неплохое место для города. Здесь у нас уже, видите, варвары распоясались. Ну, вот чудо, но, правда, вяленькое совершенно эти плюс-два науки. Они, конечно, неплохи, но в начале игры, вот в данной дуэли, я бы не очень стремился рядом с этим чудом ставить город. Я вот знаю, что в турнире у некоторых попадались карты с Эльдорадо. Там, в принципе, все понятно, что тот, кто первый на этой Эльдорадо наткнется, тот и победит. У нас же совершенно сбалансированная карта. Хотя вот в Москве очень неплохо Петру поставить. Поэтому очень важно для меня как можно быстрее вынести своего соперника. У него неплохое место. Если он поставит Петру и плюс его бонус, как у русских, к производству, у него будет очень производственный город, расти как на дрожжах. Поэтому мой план очень прост. Как можно быстрее его победить. Вообще удивительно, я вот там читал описание некоторых других дуэльных игр. Люди играют через традицию. Я, честно говоря, не представляю, как можно через традицию победить. Ну, конечно, если ваш соперник вдруг через традицию будет играть, то понятно, там уже просто у кого лучше скилл. Но против соперника с волей игра через традицию в дуэли очень напряжена, честно говоря. Я не представляю, вот как... Понимаете, традиция не дает к производству бонус. Я уже вначале говорил. А воля дает. И пока вы там типа растете, ваш город отжирается на вольных, на традиционных яблоках. В это время вольные города с бонусом к производству клепают юнитов и приходят к вашим вольным городам. Кстати, это и в групповых играх тоже. Просто в групповых, конечно, сложнее в том плане, что где-то далеко может быть соперник, которого никто не трогает, и он через традицию там отъедается, пока вы через волю захватываете соседей. Но вот вы исследовали территорию, увидели рядом соседей. Например, у вас там рядом два соседа. Довольно близко. И вполне можно, если вы еще и за военную нацию играете, то вполне можно идти через традицию. Это вам позволит их как можно быстрее завоевать. Хотя завоевав двух соседей рядом, ну вот я уже коллективное управление беру, еще один у меня бесплатный поселенец. И я вот сейчас этими тремя городами постараюсь построить достаточно войск, чтобы своего соперника завоевать. Если говорить о преимуществах развития по традиции или по воле, то, пожалуй, до где-то так 70-80 хода на быстрой скорости воля более крута, чем традиция. Если вы не смогли своего традиционного соседа или противника вынести или хотя бы нарушить его развитие, там хотя бы один город захватить у него, то после этих ходов ваш соперник может вам мешать начать. И он уже сможет спокойно отбиваться от ваших притязаний. Ну вот, видите, я максимально близко подвинул город, подвинул своего поселенца к столице, хотя можно было еще на одну клетку, но не очень удобно, как мне кажется, так как уже Москва захватила вот этих, боже, коров. Там уже не очень будет удобно отводить юнитов. Почему вообще, для чего ставят город рядом с городом соперника и рядом под столицей? Ну, во-первых, самое банальное – это удобно потом будет отжирать генералам территорию, но в данном случае генерал может и не появиться, то есть, еще недостаточно наберу очков. И просто для того, чтобы можно было отводить своих юнитов для лечения. То есть, явно я не с первого раза там смогу захватить, тем более у нас еще лучники, которые мало ходят. То близко расположенный город позволяет отводить туда юниты и лечиться. Вообще, вот в войне, когда вы воюете, самое главное в онлайне не терять своих юнитов. Отводите их, лечитесь, там что угодно. В чем смысл? В том, что при потере своего юнита вам приходится строить еще одного. То есть, это еще нагрузка на производство. Вместо того, чтобы строить еще больше юнитов или строить какое-то здание, которое увеличит развитие вашей империи, вам приходится строить юниты, которые вы только что потеряли. Поэтому терять юнитов в битвах с онлайн-игроками крайне нежелательно. Ну, вот видите, мне компьютер предлагает хорошие места для постановки города, но я буду ставить его здесь. Просто потому, что мне оттуда будет близко вести юниты к своему сопернику. Я играю не на развитие, а на захват своего соперника. Поэтому ставить города в самых жирных местах мне не требуется. Надо выбирать хорошее, конечно, место, но и близко к сопернику. Кстати, интересно, что он еще до сих пор город, ни одного города не поставил. Вот не знаю, возможно, если он пошел по традиции, то ура, ура, я победил в этой игре. Но пока неизвестно, потому что он мог отвезти... Ну, я по очкам вижу, что он еще город не поставил. Но он вполне мог отвезти своего поселенца куда-то влево. Туда, куда я просто не вижу. Ну, вот я поставлю мало что на горе. Я вам рекомендую, когда вы играете в дуэли, ставить города на горе, на реке. То есть, на холме, рядом с рекой. И вот еще плюс тут у меня гора. То есть, если наша игра затянется, то будет научный бонус у меня потом после строительства обсерватории. Ну, вот три города уже поставлено. В принципе, вот там, видите, выше можно будет потом и четвертый поставить. Вообще, когда вы играете через волю, такая классическая, что ли, стратегия широкой империи – это пять городов, которыми вы уже спамите войска и захватываете все вокруг. В данном случае я пока ограничиваюсь тремя. Тут наклепаю, ведь у меня везде стоят лучники на производстве. У меня уже счастье в минусе, поэтому везде бонус на производство стоит. И вообще желательно бы, конечно, захватить рабочих у ближайших городов государства и начать присоединять ресурсы роскоши. Потому что нам важно в данном случае счастье, чтобы и города подрастали по чуть-чуть, и мы могли потом дальше и новые города ставить. Пока столкновений с соперником как таковых и не было, только что я его скаута уничтожил. Пока мы воюем вот с варварами, что он, что я, то есть так отвлекаемся от главной цели. Ну, если его там варвары достают, то очень даже неплохо. Вот видите, он мне в чате пишет, чтобы я быстрее ходил. Это даже при том, что мы с таймером играем. Ну, явно так, новичок, видимо, в циве. Потому что требовать от соперника, чтобы он быстрее ходил, это некрасиво. Я же не специально, как видите, типа медленно хожу, чтобы его понервировать. Это игра не на скорость, а все-таки подумать. Иногда я даже не успеваю все юниты передвинуть, а пытаюсь сообразить, что так долго. Ну, судя по всему, чувак играет через традицию, через один город. Поэтому он не понимает, почему так долго. Он не видит в демографии, что у меня уже куча юнитов, что у меня уже три города стоит. Это показывает то, что он играет одним городом через традицию. Это значит, что я уже победил. Так что играть одним городом в дуэли – это, не знаю, это верх безалаберности какой-то. Ну, то есть, на что он рассчитывает? Потому что один город, он начинает круто работать, ну, к сотому ходу, что ли. То есть, его надо до этого еще вырастить. А кто ж ему даст тут сейчас его вырастить? Вот уже можно и по его клеткам покозерозить, поягозить. Видите, у него лошадь дает аж три молотка вместо двух. Так как за Россию играет. То есть, у него хорошее прибавление к производству. Очень классное. Но, если бы он воевал со мной, если бы он шел на широкую империю, на широкую игру, как я играю, то было бы сложно. А так как он, опять же, повторюсь, судя по всему, через один город играет, то, видимо, проблем у меня не будет никаких. О, значит, тут Монако у нас спрятало рабочего пока от варвара. Придется варвара убить и рабочего забрать. Да, не забывайте в своих городах строить монументы. Это я так, либо сначала монумент, а потом лучник, либо сначала лучник, а потом монумент. Так что нам важно как можно быстрее закрыть волю. Потому что, напомню, что все институты воли дают нам бонус. Но и плюс к тому, в конце, после закрытия воли, мы возьмем великого ученого. Так как мы через войну идем, у нас проблемы с наукой могут быть. Возьмем великого ученого, посадим в академию и немного проблемы с наукой решатся. Поэтому монументы очень важны. Так как, в отличие от традиции, воля, бонус культуры очень дает малый. Ну, это и неплохо. Зато она... У нее более такие сбалансированные бонусы. Ну, вот видите, я там уже окружаю потихоньку около столицы рабочего и воина русского. Ну, и как бы напрягаю вообще уже... Своего соперника, чтобы он там... Не знаю, правда, что он там строит у себя в городе. О, он великую библиотеку построил. Ну, это слив. Это слив, потому что в дуэли строить на таком раннем этапе чудеса... Ну, вы сами понимаете, что пока он строил библиотеку, я строил лучников. И мне даже интересно, интересно, что вот он с этой библиотеки какую науку возьмет. Вообще, есть такая неплохая стратегия. Особенно она неплоха для японцев, особенно для ирокезов. То есть, вы строите великую библиотеку и берете ею железо. Не философию, как обычно, а железо. Потому что железо по стоимости такая же наука, как и философия. Но ирокезы при этом получают своего уникального юнита, который заменяет мечников. И магавка, по-моему, называется. И он строится без наличия железа. То есть, вам не нужно железо для строительства... Считайте, что вам не нужно железо для строительства мечников. И вот этой толпой потом построенных мечников ирокезских вы идете к ближайшему соседу и его выносите замечательно. Вот это неплохая стратегия использования ранней великой библиотеки для войны. Но так как противник мой играет за русских, и он построил библиотеку... Ну, я не знаю, что он там собирается через нее брать. Потому что сейчас наука очень не важна. Это, ну... Все ранние технологии требуют малых очков науки. И без библиотек, и без большого населения они берутся довольно быстро. И так как я иду на военные завоевания, то мне там остальные дальнейшие науки особо и не важны. То есть, я либо сейчас захватываю своего соперника, а если он сможет отбиться, то уже мое отставание будет понятным. Но тратить... То есть, я не против, что он построил великую библиотеку. Но надо же смотреть по демографии, какое у меня войско, как я развиваюсь. И... То есть, это потраченные молотки в никуда просто. Он не получит от великой библиотеки тех бонусов, на которые рассчитывать. Чтобы получить, ну, определенную прибавку, опять же, повторю, от традиции. Ну, это уже понятно, что он через традицию идет, через, видимо, один город даже. Он, видимо, идет к Петре. То есть, ему быстрее Петру взять и ее отстроить. Не будем ему мешать, пожалуйста. Ну, точнее, как сейчас, вот я ему буду мешать. Видите, я уже сверху начинаю его столицу напрягать. В данном случае я даже не на захват иду, а просто, чтобы ему там жизнь медом не казалась. Если у вас есть войска, естественно, их надо использовать, а не копить и держать там тихонько. Чтобы он напрягся и сейчас переключил производство своей столицы на войска. А так как он идет через традицию, то производство у него похуже, похуже, чем у меня. И проблемы у него отбиться будут большие. А у меня, видите, уже и третий город Лучника построил. Сейчас тут еще возьму избушку варварскую. И так, ну, здесь, конечно, можно немного развить наши города. Но, в принципе, по-хорошему стоит строить Лучников и захватывать. Потому что явно соперник не вытягивает эту игру. На варваров особо внимания не обращайте. То есть, если они вам не мешают захватывать соперника. То есть, если они там будут рядом с вашими городами гулять, это не особо важно. Вам главное сосредоточить все усилия на вашем сопернике и захватывать его. Ну, вот видите, у него, он Лучников ставит не на холмы, что тоже тактический просчет. Зачем он? То есть, он, не знаю, боится, что я приду его пшеницу разорю. Ну, приду разорю, да. Но здесь важнее, чтобы твоих юнитов не поубивали, а не то, что не разорили клетки. Чем больше я его юнитов убью, тем ближе будет моя победа. У него один... А, хотя, я сейчас смотрю по... А, ну, он же построил Великую библиотеку. Не, у него один город. Где, может, уже успел Санкт-Петербург? Так, по очкам не видно. Надо демографию посмотреть вообще. Даже не демографию, а в дипломатию зайти. Там написано, сколько у кого городов. Вот видите, я уже захватил города-государство рабочего. Будет у меня облагораживать рядышком мои города. Так что вы не тратьте время на строительство рабочих. Вы, так как у нас четыре города-государства на карте, обязательно рядом с вами как минимум один или два будет. Вот их используйте. Еще лучше можно их запугать, взять золото, а потом уже... Ну, это вот эта подстава, конечно, с его стороны, своего лучника. Зачем он его вывел сейчас на холм под удары моих лучников, непонятно. Ну, видите, вот одного лучника мы уже уничтожим, и это будет напряг для его экономики. Придется еще одного строить. А мы в это время, видите, безостановочно клепаем в своих лучников, так как у меня не один город, а три. То я могу вот распределить свое производство. Золото мне хватает, и даже на содержание еще хватает плюс пять. Так что все идет неплохо. Видите, я опять переключаюсь в 2D режим, чтобы успеть вот этого его лучника убить. А, блин, вот это меня больше всего раздражает, когда у меня... Я хочу ходить своим юнитом, а у него повышение наступает. Но в данном случае я успел его повысить и убить лучника. Не забывайте, что лучником ни в коем случае не мышкой убивайте своего соперника, а горячей клавишей B. Потому что он может успеть убрать своего лучника. И вместо того, чтобы выстрелить, ваш лучник передвинется на место лучника соперника. И таким образом вы подставите своего лучника. Так что используйте горячую клавишу. Ну и чтобы не попадаться вот на то, что во время... В начале вашего хода у вас будет повышение вашего юнита, всегда следите вот за полоской его опыта. Ну, я иногда об этом забываю и теряю драгоценное время, и моего юнита убивают, к сожалению. Так, ну вот видите, на помощь русским пришли варвары. Пытаются защемить моего скаута. Я его, пожалуй, уберу от варваров и уже потом... То есть я подставил своего воина, потому что у него больше очков... Ну, он лучше будет защищен от варваров, чем скаут. А скауты нам нужны, чтобы захватить город. Напомню, что лучникам город захватить нельзя. Можно любым другим юнитам, не стреляющим. И именно для захвата Москвы я и берегу своих скаутов. То есть я планирую обстреливать его лучниками, точнее дожить до композитных луков. И потом уже захватывать скаутами. Почему скаутами, а не воинами или копейщиками? Просто потому, что у них нет штрафа к передвижению по местности. То есть я с любого места, с любых в радиусе двух клеток смогу захватить столицу. Еще, кстати, неплохо использовать конных юнитов. Во-первых, они и на больше клеток ходят. Во-вторых, более защищены, чем скауты. Но у меня конные юниты сейчас не по ветке исследований вообще никак. Не по дороге. То есть неплохо вообще обычно рыцарей используют. Ну или в начале, конечно, игры просто конников. Но у меня есть два скаута. Это вполне достаточно для захвата Москвы. Тем более, что соперник явно сейчас проигрывает по численности армии. Вообще, я тут, видите, не особо как бы агрессивно играю. На самом деле, можно было бы уже там и побольше погазить у него в тылах. Но у него уже и так. Вот, видите, варвары помогают моему сопернику. Уничтожили моего дуболома Петю. Ну что ж, придется сообщить семье. Наградить каким-нибудь орденом. Страна не забудет его имени. А вот фамилию и отчество, наверное, забудет. Ну, благодаря третьему городу, видите, я могу уже с двух сторон подходить к нему. Сейчас посмотрим. Явно так, как я сверху нападаю, он увел рабочего вниз. Там клетки обрабатывает. Я сейчас подойду туда лучником и буду там его напрягать. Пусть он на ту сторону тоже обратит свой взор пламенный. Но вообще, я его явно превосхожу уже по численности войск. Видите, я даже демографию не смотрю, хотя это неправильно. Потому что тут все видно и так. Все понятно. Благодаря тому, что он построил великую библиотеку. Вообще, в будущих играх, в будущих описаниях вы увидите. Я вам подробнее расскажу о том, как следить по демографии, о том, что делает ваш соперник. Более понятно это объясню. Но вообще в дуэли это важно. Потому что вас всего двое. И демография очень четко показывает, какие у кого дела. И очень четко понятно там вплоть до того, сколько яблок у вашего соперника. Или сколько молотков у вашего соперника. Так, ну давайте-ка быстренько глянем. А вот и рабочий. Вот. Если он его не уберет, то сможем следующим ходом рабочего загробастать себе. Ну, я думаю, уберет. У него же там сообщается, что я рядышком хожу. Сок у меня уже раз, два, три, четыре, пять лучников. А денежков у меня 123. Маловато для апгрейда. То есть, я всего двух лучников смогу проапгрейдить. Поэтому, знаете, что неплохо было бы городам-государствам подвалить и потребовать с них дань. И мне этой дани вполне хватит для апгрейда. А так как у меня... Ну, вот опять, видите, мой соперник в чате пишет, могу ли я шустрее. Ну, чувак, вот ты, наверное, сейчас смотришь мое это видео. Я, по идее, хочу ему ссылку кинуть, естественно. Вот посмотри, сколько у меня юнитов и сколько городов. Ты видишь, что я не сижу тут, не рассусоливаю, не в носу не ковыряюсь. Действую. Я хожу. Просто то, что у тебя всего лишь один город и там три юнита, это не значит, что у всех остальных точно так же, и мы должны тут по-быстрому двигать, двигать булками. Но вот обратите внимание, что у меня уже минус к золоту. Это не страшно. Тем более, что когда вот мы проапгрейдим, у нас будет еще и минус к науке. Неважно. Нам главное вот сейчас открыть эти композитные луки, и дальше можно спокойно забить на науку вообще. Нам будет достаточно того, что у нас есть, чтобы захватить Москву. Дальше, даже, знаете, я, возможно, даже слишком много луков настругал. Можно было ограничиться четырьмя для апгрейда их в композитные, а потом уже строить композитные луки. Но я уже решил перебдеть, чем недобдеть. И видите, как много их сделал. По идее, я думаю, что даже если я сейчас вот прямо начну захватывать Москву, то никаких проблем у меня не будет. Ну, я достаточно лучников, чтобы ее взять. И он вряд ли сможет. Ну, у него защиты 15. Ну, вообще, интересно было попробовать, конечно. Я просто должен был быть уверен, что я смогу взять Москву. Поэтому я жду вот композитных луков, чтобы их проапгрейдить. А вот так было бы интересно, конечно, попробовать таким войском, даже лучниками, даже не композитными луками, а лучниками захватить. Я почему-то уверен, что смог бы. Так, ну, здесь у меня города развиваются без проблем. В Лондоне я даже уже водяную мельницу строю. В Йорке, как видите, у меня святилище строится. Не потому, что мне нужна религия как-то очень сильно. Потому что уже юнитов строить не стоит. Иначе будет слишком большое содержание. Мне лучше сейчас копить деньги на апгрейд. Так, видите, я тут исследую. Ну, блин, смотрите, у него три ресурса лошадей. Ничего себе, да? И вот если бы я ему не дал развиться... Если бы я ему дал развиться, точнее, у меня были бы большие проблемы. Если бы он вот вместо Йорка поставил город на этом месте, мне было бы не подобраться к его столице. Он бы там отбивал мои наскоки на тот город. А сам бы в Москве с тремя лошадями. О, у него тут очень-очень неплохое место. То есть, по сравнению с моим, его место Москвы очень неплохое. И ему надо было идти к Петре. Ну, естественно, вот таким расселением, как и у меня. Строить приблизительно одинаковую армию. У меня, смотреть, как у меня по демографии. И постепенно идти к Петре. Тем более, что это по пути от лучников и композитных луков. Это там все рядышком. Не строить никакой великой библиотеки. Ни в коем случае в начале игры. Я вам скажу, что на дуэлях вообще такие серьезные игроки, которые меня быстро выносили, они вообще чудеса не строили. Они вообще даже, не знаю, строили вообще хоть что-то в городе, кроме войск. Потому что ранний раж, раннее нападение в дуэли, если вы рядом находитесь, ну, очень сложно отбить, если вы к нему не подготовились. А для психологии игрока в ЦИВУ сразу начинать кучу войск строить очень тяжело. Ну, в пятую ЦИВУ, я имею в виду. Поэтому вот, ну, в принципе, мне поэтому не очень дуэль нравится. Потому что тут приходится мало дипломатии, мало развития. А больше именно вот такого варгейма, что ли, чем цивилизации как таковой. Мне больше нравятся игры, где много людей участвует. Там можно и договориться из-под тишка. То есть, там есть варианты как-то затормозить лидера и так далее. Вот вы обратите внимание, что я стараюсь, если под ударом находится юнит, то брать не повышение, а лечение у юнита. Если же я могу его увести и вылечить, то беру тогда бонус, ну, к стреляющим юнитам бонус на труднопроходимые местности. Там леса, холмы и так далее. А у конников я больше беру для открытой местности, потому что им удобнее действовать на открытой местности. Ну, вот, видите, я уже города сейчас переключил на строительство зданий для развития своей империи, потому что войск у меня достаточно. Ну, вот, я этим скаутом прикрываю своего рабочего. Наконец-то у меня, кстати, открылись уже композитные луки. Сейчас будет апгрейд всего двух, правда, к сожалению. И этими двумя луками и поддержкой из трёх остальных мы пойдём захватывать Москву. Видите, а эти я отвожу. Вот для чего нужен близкий город к столице, потому что мы отводим своих юнитов лечиться. Рабочими же мы, напоминаю, подключаем ресурсы роскоши. Это важнее всего, потому что без счастья ваши города расти не будут, и больше городов вы построить не сможете. Ну, видите, у него уже копейщик откуда-то появился. Ну, не лучше. Если он его построил в Москве, то это он зря, потому что при обороне надо строить лучников. Это лучшая оборона, чем копейщики. Потому что пока его копейщик добежит до моих лучников, он уже умрёт. Видите, у меня раз, два, три, четыре, пять. Ну, шесть лучников считать, потому что пять с одной стороны, а другой слева, там, внизу и слева карагозит. Ну, здесь, видите, я уже так не очень вам рассказываю про то, что я делаю в городах, потому что это уже не важно. Оно, я думаю, что сейчас всё закончится завоеванием Москвы, и я тут уже как-то так бездумно действую, не особенно внимательно слежу за тем, что у меня в городах происходит. Хотя вполне мог меня соперник и наказать за это. Вы же не всегда точно знаете, что там происходит. Ну, я не вижу никакого второго города. Судя по очкам, это просто от Великой библиотеки ему побольше очков привалило. Это, вы видите, опять ему варвары помогают, моего бедненького лучника Станислава пытаются уничтожить. Ну, так, ну, видите, я стараюсь здание счастья строить, причём в данном случае цирки более выгодны, потому что они не требуют средств на содержание. Ну, для этого у вас должны быть либо лошади, либо слоны рядом с городом. Присоединены даже, да? Ну, пока у меня всё хорошо. Ну, минус три золота. Но это, опять же, повторюсь, что это повлияет только сейчас, будет у меня минус к науке. Ну, что, я дождусь, когда вылечатся вот те мои два лучника, и пойду. Так, здесь у меня строят... Да, кстати, вот чем ещё хороша воля, что ваши рабочие намного быстрее строят улучшения, и очень неплохо для воли ещё построить пирамиду. Но это будет в следующих играх. Я вам покажу на примере пирамиды. И почему это так неплохо? Потому что они у вас просто как метеор будут строить все улучшения, особенно дороги. Дороги для войны тоже очень важны. Решил я не дожидаться, в общем, исцеления всех лучников, а попёр уже сейчас. Видите, я лучников расставляю по холмам, по лесам. Ну, лучшее, конечно, это расположение – это холм. И начинаю нападать. Ну, вот, видите, он присоединил серебро. Нифига не защищает его. Ему надо было война сейчас ставить на серебро, чтобы я не мог передвинуть своего лучника. И сейчас, даже если он будет моего лучника бомбить, я просто следующим ходом разрушу серебро и исцелю своего лучника. Ну, не стопроцентно, исцелю там не до конца, но вполне достаточно, чтобы он не умер ещё через ход. Поэтому, когда на вас нападают, вы должны обязательно своих юнитов расставлять по тем клеткам, которые у вас уже улучшены, чтобы ваш соперник не мог эти улучшенные клетки использовать для лечения своих юнитов. Потому что ваши клетки находятся на территории вашего города. То есть, ваш юнит может тому крепиться и лечиться каждый ход. А юнит соперника же не будет там лечиться. Он может как раз вылечиться, только разрушив ваше улучшение. То есть, не ставя юнит... Вот сейчас попробую, видите, своим раненым лучником, тем более, что он уже ходы всех своих юнитов использовал. А нет, не использовал. Я типа пытался скаутом. Но переключаясь, как всегда, в 2D, чтобы успеть этим лучником, потому что явно он будет его обстреливать, разрушить ферму. Да, все нормально, еще выстрелил. Вот скаута я сейчас зря пододвинул так близко. Потому что я вполне могу лучниками не успеть уничтожить защиту Москвы, чтобы ее взять. Поэтому очень опрометчиво я передвинул скаута, и мой соперник может успеть его уничтожить до того, как я возьму его скаут. Видите, я поэтому сейчас начинаю передвигать своего второго скаута, чтобы как можно быстрее подойти к Москве и заменить умершего скаута Леонида. Ну, то, что у меня тут нападают варвары, это все пофигу. Не обращайте внимания. Судьба партии решается вот сейчас под Москву. Вот, видите, повезло, что у моего скаута как раз сейчас появилось... Я могу его улучшить. Естественно, я возьму лечение на него, чтобы следующим ходом он Москву взял. Я не знаю, что я тут в Йорке выбираю, потому что я уверен, что следующим ходом Москва будет взята. Но я вам рекомендую никогда не бросать играть. Даже если вы уверены, что вот следующим ходом соперник проиграет, продолжайте улучшать вашу империю. Не останавливайтесь. Все может быть, кто его знает. Так, я забыл его полечить. Странный я. А, я точно, я решил его оставить на этот ход, потому что будет следующим ходом стрелять по мне. И чтобы он вылечился. О, видите, там уже успел все-таки композитного лука построить, но это его не спасет. Все, можно брать Москву. Партия выиграна. В общем-то, за 51 ход. Ну, это легкая была игра, потому что соперник развивался не очень правильно. Он потом у меня... Мы с ним обсуждали это в Стиме. Он написал, что ему хотелось развитие, а я на него сразу попер с нападением. Ну, вот ведь пишет молодец. Спасибо, Джинджер Вук. И тебе спасибо за игру. Это дуэль. Здесь вам никто не даст развиваться. Здесь только захват города. Захват столицы. Самая быстрая победа. На развитие можно играть только если где-то очень-очень далеко находится ваш соперник. В данном случае мы находились близко. Типичная игра через много городов и спам лучников. То играть через один город, традиционный один город, это смерти подобно. Давайте еще раз посмотрим повтор на карте, как мы развивались. Видите, у него пустыня прямо рядом с ним. То есть, через Петро. Вот я почти мгновенно ставлю еще два города, клепаю в них лучников, и все, Москва взята. Спасибо, что посмотрели эту дуэль. Еще будет дальше несколько таких видео. Пишите в комментариях, интересно ли вам такого рода видео. То есть, это летсплей, да, но такой концентрированный и совершенно о другом, о чем я вам раньше рассказывал. То есть, это о воле, о дуэльных партиях, которые тоже довольно популярны в онлайне. Так что пишите в комментариях, нужно ли вам такое дальше. Вы слышали Лешу Халецкого. Удачи вам.